Дополнение финальная форма выйдет уже 4 июня, обещают много всякого контента, изменений и интересностей, так что если вы не особо внимательно следили за анонсами разработчиков, заваривайте чай, жарьте кофе и в этом видео я расскажу вам о главных изменениях в системах игры и нововведениях, что появится в Destiny 2 с финальной формой. А в описании видео будут тайминги на каждый пункт, так что проверь, что знаком со всей инфой. И еще, напиши в комментариях, с кем ждешь встречи сильнее, со свидетелем или кейдом 6, ну а я начну. Стартуем с основного вопроса, о котором часто спрашивают в комментариях. Это последнее дополнение к игре, и да и нет, финальная форма завершает 10-летнюю сюжетную линию, которую разработчики называют сага о свете и тьме. Это значит, что мы увидим сюжетный финал для большей части истории и персонажей, но сама игра на этом не завершится, банджи пока держит в секрете то, что последует за дополнением. Известно лишь то, что сезонную модель контента заменят эпизодами, короткими сюжетными дополнениями, которые не будут связаны между собой. Предельные уровни силы подвергнутся значительной корректировке в дополнение, чтобы упростить понимание игры, в особенности для новичков. Теперь для достижения нижнего порога потребуется всего 40 единиц, по сравнению с прежними 150, что значительно снизит барьер входа для новых игроков в большинство активностей. Таким образом, пределы уровней силы в финальной форме будут выглядеть вот так. Кроме того, все задания в игре будут поделены на две категории, те где учитывается уровень силы и те где он не важен, мероприятия с отключенным уровнем силы включают в себя сюжетные кампании на двух уровнях сложности, сезонные сюжетные задания, пункты назначения в открытом мире, горнила и часть классического контента. В активностях, которые учитывают уровень силы, он будет напрямую влиять на вашу эффективность и выживаемость, ну а также на урон. К списку таких активностей относятся плейлисты авангарда, сумрачные налеты, сезонные задания, плейлисты экзотических заданий, испытания Сириса, рейды и подземелья. Подробнее об этом можно посмотреть в специальной статье, ссылку оставлю в описании. Этот пункт тоже про уровень силы и гарантирую это вам понравится. С финальной формой Банжи вводит понятие «общая сила команды». Если вы новый или вернувшийся игрок, который хочет принять участие в какой-то активности вместе с друзьями, которые уже давно прокачались до полубогов, новая фича позволит вам сделать это без необходимости докачивать свой собственный уровень снаряжения. Вот как это устроено. В команде Страж с самым высоким уровнем силы получает роль лидера по силе, и у всех остальных членов команды уровень будет выровнен на 5 единиц ниже, чем у этого лидера, что и обеспечит сбалансированную и честную игру для всех участников боевой группы. Но важно заметить, что этот скорректированный уровень силы влияет только на сложность заданий. Награды, которые вы получите за выполнение заданий, по-прежнему будут соответствовать вашему реальному персональному уровню силы. И последнее про уровень силы на сегодня. Если вам, как и мне, кажется утомительным повышение уровня всех трех персонажей на своем аккаунте, то вы тоже будете рады узнать, что в финальной форме наконец-то будет введен общий уровень силы на аккаунт. Это означает, что награды, которые вы будете получать на одном, скажем, вашем основном персонаже, теперь будут выпадать с учетом уровня относительно персонажа с наивысшей силой на вашем аккаунте. К примеру, если вы повысите уровень охотника, то при переключении на титана или варлока, они получат снаряжение, соответствующее уровню силы охотника. Таким образом, чем сильнее становится ваш основной персонаж, тем лучшее снаряжение могут получить и остальные ваши стражи. Следующий пункт для многих станет сенсацией. Попрощайтесь с механикой сансета старого оружия. Закат снаряжения — это одно из самых больших обновлений и самых больных, которое вызвало ураган негатива в сообществе несколько лет назад. Когда у нас и контент забрали, да еще и пушки ограничили любимые по прокачке. Финальная форма снимет это проклятие со старых предметов. Это означает, что если вы все еще храните в своем хранилище оружие, которое выбивали, ну, например, в отвергнутых, оно станет снова актуальным после 4 июня. Не могу утверждать, что это оружие будет хоть где-то полезно, но все-таки знаю, что для многих оно дорого как минимум из сентиментальных чувств о лучших деньках Destiny. Видите, а вы говорите, в игре ничего не меняется. Сколько позитивных изменений, и это мы еще только начали. Напишите в комментариях, кто уже предзаказал, кстати, финальную форму. Ну, и да, если вы не предзаказали, можете, кстати, попробовать ее получить на халяву вместе с коллекционным изданием даже. Мой хороший приятель по игре, как и каждый год, устраивает снова розыгрыш невиданной щедрости, так что если вы только вернулись в игру и хотите и принарядиться стильной эмблемой, например, и дополнение новейшее за просто так получить, а может и коллекционку, вариант прям отличный. Посмотрите в описании инфу, ему будет приятно. Ну, а следующий пункт в какой-то степени повторяет инфу из прошлого ролика. С выходом финальной формы, Банжи убирает из Destiny 2 легендарные осколки. Валюта, которая использовалась игроками для покупки предметов в игре на протяжении всех этих лет. Основная причина этого изменения, попытка сделать игру более доступной и справедливой для всех игроков. Поскольку старые игроки накопили десятки тысяч осколков, балансить их с новыми игроками становится сложнее. Так вот, в прошлом видео я рассказывал, как их можно выгодно потратить. Посмотрите его, если пропустили, там много простых полезных советов по подготовке к дополнению. А здесь я лишь напоминаю, чтобы вы не удивлялись, куда делись легендарные осколки из игры, когда запустите ее 4 июня. Как же часто мы сталкивались с проблемой нехватки места в хранилище для всего нашего оружия, брони и других предметов, не очень полезных иногда. С запуском финальной формы, Банжи добавит нам еще плюс 100 слотов в хранилище, доведя общее количество ячеек до 7 сотен. Как и всегда во всех крупных обновлениях, в финальной форме будет обновлен баланс оружия. Изменены существующие перки, откорректированы экзоты, изменений там много. И даже еще не о всех рассказано, я уверен. Вас ждет много интересного, пишут в студии. От существенного повышения урона в ПВЕ, до изменений, которые затронули экзотическое снаряжение. Некоторые аспекты пришлось основательно пересмотреть. Ну например, помните гранатомет Колония, который всех так задолбал в ПВП, что его занерфали в хлам и с тех пор не вспоминали. Вот он получит баф. В ПВЕ теперь при добивающем попадании появляются дополнительные насекомообразные роботы. А при сражении с сильными противниками появляется еще и больше этих роботов, там до 5 штук. Но это лишь так, я пример с потолка взял, изменений на самом деле очень много. Так что хватило бы на отдельный ролик, я просто вовремя его сделать не успел. Так что советую прочесть вам статью от разработчиков самостоятельно, если хотите ознакомиться подробно с тем, что и как отбалансят. Ссылку на статью в описании тоже оставлю. Во время одной из презентаций разработчики сообщили, что торговец Зур тоже подвергнется серьезной переработке в грядущем дополнении. Намекнули на то, что он вновь, как и в первой части, будет использовать валюту странная монета для продажи экзотов. Мы хотим сделать так, чтобы Зур и правда был для вас ценен, чтобы вы были в восторге от того, что продается у него на каждой неделе, сказали в студии. Еще нами намекнули, что игроки смогут получать монеты, выполняя задания плейлистов Гамбит, Гарнила и Налеты. Ну и раз уж мы упомянули это странное слово, о котором мы забыли, помните режим такой Гамбит? Сомневаюсь, что помните, ведь за последние годы о нем забыли даже в самой студии. Но вот в преддверии финальной формы таки вспомнили. В июне игроки увидят возвращение старой карты в городе грез для Гамбита, а также в режиме можно будет ожидать появления новых типов врагов. Типа Сияющего Роя из Королевы Ведьмы или Легиона Теней из Конца Света. Еще одно небольшое изменение для улучшения качества жизни игроков. Сколько раз вы применяли шейдер на броне и видели, что предметы красятся в цветах, которых на иконке-то самого шейдера нет? Да часто, конечно, красишь в черный, красится в голубой. Банжи сказали, что переработают даже эту мелочь. Теперь иконки шейдеров изменятся и будут отображать палитру цветов и текстур, которую он примеряет более точно. В финальной форме криптарх Рахул станет основным источником новой экзотической брони в игре. Подобно другим торговцам в игре, Рахул получит систему репутации. Чем больше энграм расшифровываем, тем выше репутацию прокачиваем. После того, как один раз заполняем шкалу репутации и сбрасываем свой уровень, Рахул приглашает нас в элитный клуб и откроет тем самым доступ к новому рангу фокусировки, который и позволит выбрать любой новый экзот для получения. Как опять же я говорил в прошлом видео, советую запасать экзотические энграммы и высшие осколки до 4 июня у себя на почте, например. Ну а в затерянных секторах шанс получить экзотические предметы останется прежним. Просто теперь вместо самого непосредственно снаряжения вы будете получать экзот энграммы. Вот еще интересное изменение. В финальной форме Хоторн обзаведется новой системой репутации для кланов. Теперь игроки могут зарабатывать репутацию клана, выполняя задания, причем задания повышенной сложности дадут больше прогресса, а игра с напарниками по клану – больший бонус к этому прогрессу. Кроме этого, уровни кланов наконец-то будут предлагать что-то более ценное и полезное. На втором уровне знамена рейда, продаваемые Хоторн, будут стоить меньше. На третьем за первое выполнение кланового задания каждую неделю будет даваться экзотическая энграмма. На четвертом уровне задания в ротации рейдов будут давать трофеи завоевателей, а победа в испытаниях Осириса даст дополнительную репутацию. На пятом уровне за выполнение ритуальных заданий в плейлисте получите бонусный опыт крафтового оружия. А на шестом уровне клана за выполнение всех клановых заданий в неделю вам выпадет высший сплав. И еще одним из интересных именно системных обновлений, которое ждет игроков в финальной форме, станет значительная переработка пользовательского интерфейса. В новом Худ на экране появятся две новые области для демонстрации модификаторов. Одна для критически важной информации, это вот в центре экрана вверху, и вторая для оружия над индикатором суперспособности. Вот так это вот будет выглядеть на примере битвы с боссом. Кроме того, Банжи обновила иконки бафов и дебафов, чтобы сделать их более доступными для игроков с особенностями зрения. Все зеленые бафы и красные дебафы теперь имеют толстую линию сверху или снизу соответственно, чтобы их было легче читать. На битве с боссами, когда вам нужно следить за кучей таймеров, бафами, дебафами, это должно хорошо сработать и упростить понимание того, что происходит у вас на экране. Кстати, про боссфайты. Еще в прошлом году в интервью PC Gamer, Банжи сообщали, что у них в планах внести некоторые изменения в ульту Варлока, кладезь, перед новым рейдом в финальной форме. Намекая, что нас ждет нерв одного из самых используемых подклассов. По наблюдениям разработчиков, ульта Варлока слишком ограничивает опыт игроков и в любой сложной ситуации мы просто склонны поставить купол или кладезь, чтобы решить абсолютно любую проблему. Что конечно же правда. И вот когда я уже делал этот ролик, Банжи поделились конкретными пунктами изменений этих ульт. Согласно новой инфе, сильнее всего пострадала именно выживаемость в кладезе. Вы получите лишь половину регена здоровья и 50 или 25% сопротивления урона против мелких мобов и боссов. Подбираемся к обзору контента. Одним из главных нововведений в финальной форме станет новый подкласс Призма. Ничего подобного в игре еще не было. Благодаря ему игроки впервые смогут использовать силы света и тьмы одновременно, открывая невиданной комбинацией способностей. Другими словами, у нас появится возможность комбинировать способности из разных подклассов света и тьмы. Кроме того, подкласс представляет новую способность, названную трансцендентностью. Что это такое? При игре со подкласс Призмы, вы заметите новую шкалу, которая отражает энергию вашей суперспособности и делится теперь на светлую и темную. Когда вы наносите урон силой света, шкала света заполняется. Когда наносите урон силой тьмы, с помощью стазиса или нити, заполняется шкала тьмы. Кинетический урон, кстати, заполняет обе шкалы, но чуть делает это медленнее. Так вот, как только один из индикаторов заполняется, это позволит заполнить вторую шкалу куда быстрее. Когда вы заполните обе шкалы, вам станет доступно состояние трансцендентности. Пока оно активно, энергия ближнего боя и гранат будет мгновенно обновляться. Нанося урон с помощью гранат, вы повышаете скорость восстановления энергии ближнего боя и наоборот. Также в этом состоянии немного повышается урон, наносимый вашим оружием и ваша сопротивляемость атакам. Объяснять это на пальцах сложно, я понимаю, сейчас как будто много инфы сложной сказал. Так что если хотите, опять же, поближе познакомиться с возможностями подкласса, советую посмотреть на него в действии в роликах от разработчиков. Это просто срыв башни. Не этой. Помимо нового подкласса призмы, финальная форма добавит три совершенно новых супера для подклассов света. По одному для каждого класса. Титаны получат одиночную пустотную способность дальнего боя, имеющую, правда, три функции. Первое. Вы бросаете три огромных топора пустоты, которые при попадании уничтожают противника. Второе. Вонзившиеся в землю топоры притягивают противников к себе и наносят им урон. А благодаря третьей вы с вашими союзниками можете вооружиться этими топорами, чтобы сражаться с противниками. Просто безумие. Варлок станет истинным воплощением энергии солнца. Новая ульта дает сверхзаряд способностям и наделяет солнечное оружие союзников эффектом ожога. Чем-то напоминает доработанного Сансингера из первой части, но, к сожалению, без самовоскрешения. Ну а охотники получат новенькую суперспособность молнии. Грозовой фронт. Охотникам достанется искрящийся разрядами тока кинжал, телепортирующий их при попадании и позволяющий нанести мощный круговой удар с впечатляющим уроном. А еще в финальной форме игроки смогут усовершенствовать свои билды нового подкласса призмы, надев первые экзотические классовые предметы в игре. Экзотический плащ, повязка и метка созданы специально для подкласса призмы. Они получают два случайных экзотических перка, которые были выбраны среди перков экзотических элементов брони других классов. Ну, например, охотник может получить экзотический плащ с уникальными характеристиками капюшона киллера и рукопожатия лжеца одновременно. Варлоки могут разжиться экзотической повязкой, которая объединяет бонусы обожествляющей вуали и чешуи пожирателя звезд. А титаны заработать экзотическую метку с чертами змеевидного аспекта и драгоценных швов. Звучит супер имбалансно, игра точно будет сломана, но будет весело, кажется, тоже так же гарантированно. Ну а сколько же мы ждали и гадали, будет ли армия свидетеля представлена новой расой врагов. И вот банджи наконец-то добавят в Destiny 2 то, о чем мы так просили. Полностью новую расу противников. Называются они мороки. Раса будет включать в себя в общей сложности 7 врагов. В том числе мучителей, впервые появившихся в конце света. Новые юниты будут называться Посланница, Ткач, Панцирь, Гримм и так далее. Каждый тип врагов обладает своим уникальным набором способностей. А некоторые будут атаковать игроков силами стазиса и нити. Как и в любом другом дополнении, финальная форма, конечно, добавит в игру совершенно новую локацию под названием Бледное Сердце. Локация разворачивается внутри странника. В ходе исследования локации в сюжетной кампании финальной форме, игрокам не придется блуждать. Их внимание будет сосредоточено на приготовленном для них четком пути. Да, это первый в истории Destiny пункт назначения с линейным развитием. Где стражи ждут знакомые и одновременно чуждые отталкивающие картины. Интересно, что мир Бледного Сердца реагирует на все ваши действия. Он меняется, претерпевает метаморфозы. И с каждым вашим шагом на пути к цели становится только сложнее и пугающе. Ну а сама сюжетная кампания лишь малая часть этого мира, по заверениям разработчиков. После ее прохождения локация откроется вам в полном объеме, явив новые секреты и задания. С этого момента игроки смогут исследовать окружающий их мир целиком, а он будет меняться в результате их действий. Примерно как это было с городом грез в дополнение отвергнутые. Такая вариативность и живость локации меня лично не может не радовать. Потому что город грез во время отвергнутых я исследовал просто неделя за неделей и казалось, что этот контент бесконечен. А это просто локация. Ну и само собой, игроков ждет новый рейд. Банджи уже объявила, что новый рейд выйдет в пятницу 7 июня в 20 часов по московскому времени. В течение первых 48 часов после выхода рейда будет действовать режим состязания, а игроки получат лимит по уровню силы в 1965 единиц. Но даже если вы не ходите в рейды или не планируете идти конкретно в этот, вам тоже будет интересно следить за прохождением рейда. Поскольку после того, как хоть одна команда в мире закроет рейд, для всех игроков откроется вторая половина сюжетной кампании. Банджи говорили, что стражи сразятся со свидетелем в рейде, но возможность окончательно положить конец его замыслам дадут абсолютно всем игрокам. Ну и само собой, будут новые экзоты, снаряжение, броня, новые налеты, секреты и так далее. Но о них либо минимум сейчас известно, либо все совсем в секрете. Я в описании к видео оставлю несколько полезных ссылок, по которым можно узнать еще важной полезной инфы. Так что обязательно пройдите в описание и чекните, что хотите изучить подробнее. Ждем дополнения стражи. Не забудь написать в комментариях, с кем ждешь встречи сильнее, со свидетелем или скейдом 6. Подпишись обязательно на канал, ведь я планирую выпускать по финальной форме ролики, как в старые добрые. А еще жду вас у себя в Телеграме и на Бусти. Там сейчас регулярно выходят интересные статьи и новости. Например, о том, что Банджи продают нам кнопку для клавиатуры за 90 баксов. Как бы вы еще о такой возможности уникально узнали бы, а? А на этом пока у меня все. Спасибо за просмотр и до связи! Самый лучший из лучших, сэр. Отличник! Субтитры подогнал «Симон»!